Как не потерять жизненный тонус при современном ритме жизни и сохранить здоровье? Ответ на этот вопрос знают участники международной акции «День йоги». В спортивном комплексе «Норд» более 50 жителей Наринмара погрузились в мир духовной и физической практики индийской культуры. Как признались участники мероприятия, йога отлично помогает пробудиться после долгой зимы и дарит хорошее настроение. Сеанс йоги начинается с базового комплекса «Приветствие солнцу» или на санскрите «Сурья намаскар». Это серия последовательных упражнений для мягкой растяжки тела. Всем знакомые позы – собака мордой вниз, кобра, планка – сменяют друг друга, образуя круг. Считается, чтобы раз и навсегда полюбить комплекс «Приветствие солнцу» надо повторить его 108 раз, а два-три круга способны снять напряжение после рабочего дня. Слишком много стрессов у людей. В ритме жизни другое. Я тут пришел час спокойно, расслабленно, позанимался, поделал что-то полезное для своего дела и вышло отлично. Мне помогло успокоиться, не так хочется бежать. После разминки – балансы. Выполнить стойку на руках смогли и единицы. А между тем они не так сложны с физической точки зрения, говорит тренер по йоге Эльвира Камалединова. Главное – концентрация и самонастрой. Тут главное – перебороть страх. У нас просто положение, когда голова у нас внизу, а таз наверху, кажется неестественным для нас. Поэтому это нас больше пугает. В качестве физической подготовки для этого очень много не надо. То есть это вполне доступно. Главное – не бояться. Все в голове. Также многих новичков пугает негибкость своего тела, обнаруженная на занятиях. Этот недостаток легко исправить ежедневными практиками. Причем противопоказаний по возрасту, физической подготовке и комплекции нет. Йога универсальна. Повторю, я раньше ничем не занималась. Ну, иногда, когда там юности. Кардинальное отличие для меня – это темп. Медленный, спокойный, хороший темп. Какие у вас ощущения в теле? Есть ли у вас болит? Нет, нет, не болит, а наоборот, как бы подвижность какая-то появилась. Я забыла, что я когда-то могла вставать в свечку. Оказывается, до сих пор могу. В Международный день йоги в Наринмаре с индийской практикой познакомились около 50 жителей округа. В этом году акцию приурочили к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова